Спортивные шествия в Москве или известные в Советском Союзе парады физкультурников собираются возродить в России к марту следующего года. Первый такой парад на Красной площади провели в 1919-м, а последний в 1945-м. Позже с 46-го по 54-й шествия физкультурников проводили на стадионе «Динамо». Они пришли сюда, лучшие спортсмены советского государства. Владимир Путин пытается подражать политике Сталина. По данным, можем объяснить, в России установлено уже 110 памятников советскому диктатору. И 95 из них появились при Путине. Так, например, в Барнауле открыли Сталин-центр. Вообще, Сталин-центр – это площадка для сохранения нашей истории, сохранения памяти. Памяти о приезде Сталина на Алтай, памяти о сталинской политике, памяти о том, кто такой Сталин, что он живет в каждом из нас. Сергей Матасов, депутат Законодательного собрания Алтайского края. Цитирует телеграм-канал Астра. Путин все больше в своих публичных высказываниях пытается предстать в роли современного русского царя, который, как ему кажется, восстанавливает историческую справедливость. При этом цель оправдывает средства. Путин, как любой диктатор, он управляет страной с помощью стран. И в этом смысле, конечно, возвращение в Советский Союз брежневских времен, достаточно вегетарианские времена, когда уже политиключенных было мало, уже сейчас политиключенных больше, чем в брежневские времена. Когда Сахарова отправили в ссылку, они посадили. Да, это все-таки совсем не то, что нужно Путину. И, конечно, парад физкультурников – это такая очень заметная точка, потому что, возможно, это еще многотоки. Но это один из таких заметных век, который возвращает нас в 49-м. Вместе с парадами к россиянам возвращаются и советские очереди за продуктами. Так, в социальных сетях появляется все больше видео, где жители разных городов России вынуждены выстаивать очереди за яйцами и рыбой. Например, в Новосибирске продукты уже начали продавать поштучно. «Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить. С нашим атаманом мне приходится тужить». Советскую риторику использует Путин и в своих высказываниях о войне против Украины. В Институте изучения войны проанализировали выступление диктатора на коллегии Министерства обороны России 19 декабря. И пришли к выводу, что он продолжает использовать тезисы своего эссе 2021 года. В частности, псевдоисторические упоминания о структуре отношений Украины и России, которая якобы определяет земли современной суверенной Украины как части Малороссии, Новороссии или фрагментов других исторических империй. Путин расширил эти заявления, предположив, что и западные регионы Украины якобы не являются на самом деле украинскими. А советский диктатор Иосиф Сталин, мол, отобрал и отдал в Украину части Польши, Румынии и Венгрии после Второй мировой войны. Из отчета Института изучения войны. «Пытаются подражать Путин Сталину и в попытках уничтожить украинскую зерновую инфраструктуру и спровоцировать голод в разных уголках мира», заявил историк, профессор Ельского университета Тимоти Снайдер во время специального события Киевского форума безопасности. «Президент Путин пытается продемонстрировать свой контроль над Украиной и потому объявляет лидерам стран Африки и Азии, что теперь он хозяин продовольствия, что он теперь обладает властью над голодом, что он будет решать, кому жить, а кому умирать. Что, конечно, очень прямое эхо 1930-х годов и политики Сталина». По его мнению, политика Путина основывается на уверенности в советском прошлом. Кремлевский диктатор не прекращает насаждать своему населению мысль, что лучшее будущее как для России, так и соседних государств – это не что иное, как возрождение СССР. Юлия Грановская для телеканала «Фридом». Игорь Александрович Яковенко, российский журналист, социолог. Приветствуем вас, Игорь Александрович. Доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Ну давайте сначала к тому, с чего, собственно, начали наш сюжет. И тема возникла в редакторских наших головах. Именно потому, что Путин решил вернуть марши спортивные, марши физкультурников на Красную площадь. То есть, я думаю, это, в принципе, будет теперь трендом. И не только на Красной площади, но и на других общественных и политических сходках в России начнут демонстрировать вот эти вот действия. Как вы к этому относитесь? Помните ли советское время с подобными практиками? И действительно ли это «back to the USSR»? Ну, в какой-то степени. Это имитация, конечно, возврата в Советский Союз, потому что никакого возврата быть не может. Но тут, в целом, что происходит? В России, в отличие от Советского Союза, нет никакой идеологии. Есть мифология. То есть, идеология – это все-таки некоторый образ будущего. Причем писанный образ будущего – это какие-то тексты, где описывается прошлое, настоящее будущее. Ничего похожего в путинском фашистском рейхе нет. В нем есть мифология. А мифология – это как раз, так сказать, описание некоторого прошлого. И вот идеализация прошлого, идеализация золотого века, причем в качестве золотого века описывается Советский Союз. Именно не Брежневский, причем, что характерно, именно не последний, не Горбачевский, не Брежневский, не Хрущевский, а именно Сталинский. Потому что, если говорить о таких вот спортивных парадах, то это, прежде всего, сталинское время. Так что, это ритуалы. Миф держится на ритуалах. Основные мифы, которые Путин сегодня провозглашает, это миф победобесия, который держится на ритуале парада победы, на ритуале празднования 9 мая. И, так сказать, мифы о великом вожде всех народов Путине, который сейчас будет воспроизводиться в ритуале вот этих вот выборов 15-17 марта. Ну и, фактически, мифа о великом прошлом, который будет воспроизводиться в виде ритуалов самых разных. Это и ритуалы спортивной парады, и другие ритуалы вот такого сталинского времени. Сталинское время почему выбирается в качестве некоторого идеала, в качестве золотого века? Потому что это был период, когда, во-первых, действительно была крепкая рука, чего очень хочет изобразить Путин. Это был, так сказать, какой-то период той же самой победы над фашизмом, которую Путин сейчас приписывает себе. Что характерно, Путин уже так искажает историю, что не только приписывает всю победу над фашизмом исключительно Советскому Союзу, но даже утверждает, что одна только Россия могла, вполне победила, так сказать, без участия всех остальных союзных республик. То есть, на самом деле, до такой степени искажает историю, что ее уже невозможно узнать. То есть, на самом деле, это действительно из всей истории Советского Союза Путин выбирает в качестве золотого века, в который хочется вернуться именно сталинский период, полностью игнорируя тот кошмар, который был в этом периоде, который, так сказать, сопровождал этот период и делает этот период действительно проклятием в истории нашей страны. То есть, на самом деле, это миф. Это миф о творчестве, который поддерживается ритуалом. Отсюда стремление к таким вещам, как вот эти вот спортивные парады. Сергей Александрович, при этом мы видим, что не последнее место сейчас в современной России занимает такая попытка влияния на массовое сознание. Те же парады в свое время тоже рассматривались как такой марш, который сплочает людей, который там может в какой-то мере влиять на сознание. Если смотреть с этой точки зрения, то тут может быть какая-то задумка у современного руководства Кремля, вводя вот эти вот парады, в том числе и их, сделая таким элементом влияния на сознание россиян и насаждение каких-то идей? Ну, конечно. Это же, на самом деле, вот этот вот культ силы, культ, так сказать, физического совершенства, он очень характерен для всех фашистских режимов. Не только путинский режим не исключение. Мы же помним, какой культ физической силы, культ физкультуры был в Третьем Рейхе. Там тоже были вот эти вот спортивные парады, было восхищение перед физической силой, перед, так сказать, культ телесности. Это был неотъемлемый атрибут фашистской пропаганды времен Третьего Рейха. Так что здесь ничего неожиданного нет. Значит, ну, что касается обработки массовой обработки сознания, то, конечно, ничего, ни в какое сравнение, ни геббельсовская пропаганда, ни сталинская пропаганда с тем, что происходит сегодня в России, ни в какое сравнение не идет. И в известной степени, когда говорят, ну, какой там сталинский период, ведь намного нет этих массовых репрессий. А массовых репрессий нет по одной простой причине, потому что их заменяет всепроникающая медийная агрессия, потому что достаточно точечных репрессий, которые распространяются миллионами СМИ, миллионами в социальных сетях сообщений, для того, чтобы вызвать, так сказать, тот страх, который в сталинские времена мог достигаться только в результате массовых репрессий. Достаточно показать аресты и распространить информацию об арестах нескольких сотен или нескольких тысяч человек, для того, чтобы посеять страх в головах десятков миллионов россиян. То, чего Сталин достигал убийством и расстрелами десятков тысяч людей. Путину для этого не надо, для этого нужно просто-напросто посадить несколько сотен россиян, для того, чтобы это молниеносно стало известно. Ведь когда черные воронки приезжали к россиянам в сталинское время, об этом узнавало незначительное количество людей. В общем, многие живущие по соседству были уверены, что никаких репрессий нет. А сегодня такой возможности нет, потому что есть социальные сети, есть информация, которая проникает практически в каждую семью мгновенно. Поэтому, конечно, на сегодняшний момент вот это информационное подавление сознания россиян, оно значительно больше, массивнее, изобретательнее, чем это было в сталинские периоды в Третьем Рейхе. Просто, и вот есть такая формула Солженицына, что, значит, ложь прикрывает насилие. Сегодня Путин перевернул эту формулу. Ложь является фундаментом, а насилие является просто прикрытием лжи. Так что в данном случае, вот, путинский режим, он в какой-то степени является, так сказать, новаторским среди фашистских режимов, он существенно отличается от всех остальных предшествующих ему фашистских режимов, которые знал человечество. В этом, эти же репрессии, они как-то из рассказов об СССР, они куда-то исчезают постоянно, да? То есть, почему мы говорим о том, что это сказки? Очевидно, о том, потому что это все преподносится, как действительно какой-то золотой век, но вот такие вот моменты, они при этом пропагандистами скрываются. У людей такая короткая память, что они это не помнят? Или почему вот как-то действительно верят в то, как Путин пытается преподнести былое? Вот, давайте все-таки по пунктам. Кто верит? Верят в основном те люди, которые никогда не жили ни в СССР, ни даже, вообще не жили в СССР. Молодежь верит, да, которая просто судит по СССР, по художественным фильмам, где рассказывается о том, какая была великая страна, как все нас боялись, как все нас в мире уважали. И Советский Союз вообще вертел весь мир на пальцы. Это, так сказать, одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса – это те люди, которые жили в Советском Союзе, но, как у многих, понимаете, воспоминания, они связаны, ну, так сказать, молодость, девушки любили, вода была мокрая, мороженое вкусное, дешевое и так далее. То есть вот такого рода воспоминания. Плохое не вспоминается. Ну и последнее, самое противное во всей этой истории забвение сталинских периодов заключается в том, что те, кто был в сталинские годы превращен в лагерную пыль, эти люди, как правило, ну, во-первых, сами уже, так сказать, их нет на свете, поэтому они не влияют никак на общественное сознание. И, во-вторых, все-таки вот сама демографическая история, она выглядит таким образом, что страна в сталинский период разделилась на две части – на тех, кто уничтожался, и те, кто уничтожал, на тех, кто шли в лагерную пыль, превращаясь, и те, кто доносил на них, и те, кто их конвоировал. Так вот, те, кто превращен в лагерную пыль, они в значительной степени не дали потомство. А значительная часть конвоиров, значительная часть доносчиков, они как раз потомство дали. Поэтому среди тех, кто ностальгирует о сталинских временах, довольно значительная часть, я не утверждаю, что все, но довольно значительная часть – это потомки Вертухаев. К сожалению, это так. Это вот очень серьезная, очень серьезная проблема, связанная с таким вот отрицательным, постоянно действующим отрицательным отбором на протяжении 74-х лет советской власти. Постоянно действующий отрицательный отбор. Ну и плюс к тому, это целое, вот если применять поколенческий анализ, то это испуганное поколение. Я родился при Сталине, ну естественно, я, так сказать, не застал в таком зрелом сознательном возрасте сталинский период, но у меня вся семья, все мужчины в семье были репрессированы. А вот в семье, ну практически женской части, которая осталась в живых, это была испуганная семья, и старались об этом не говорить. Старались, так сказать, в общем-то, в основном не упоминать, вычеркнуть из памяти эти события. Очень немногие люди, которые были диссидентами, которые действительно открыто выступали против репрессий, против, так сказать, советского строя. Поэтому в основном вот это деформированное население России, которое на сегодняшний момент вспоминает, вернее не вспоминает, а представляет сталинский период как какой-то золотой век. Это, во-первых, люди, которые не имеют вообще ни малейшего представления, судят об этом по кинофильмам, которые в последнее время, ведь смотрите, российские кинофильмы, они в основном сталинский период показывают как нечто достойное. И самого Сталина тоже как какого-то мудрого полководца, генералиссимуса. Очень мало художественных фильмов, в которых Сталин изображается таким, как он есть. То есть чудовищный тиран, кровожадный убийца. Нет, в основном это такой мудрый полководец. И воспринимается сталинский период именно как некий золотой век, когда страна, Советский Союз, была великой, огромной, могущественной. Все боялись. Есть фильмы о СМЕРШе, о чудовищном. Но вот вчера был День чекиста. И огромное количество фильмов, которые прославляют чекистов, которые прославляют СМЕРШ, чудовищное проявление чекистского режима. И сколько фильмов, в которых ЧК, НКВД, КГБ, МГБ описывают как блестящих, я не знаю, начиная со Штирлица, романтизируется образ вот этого кошмарного образования террористической организации, которая была создана Лениным и которая явилась проклятием всей советской истории. До сих пор является проклятием России. Потому что ничем, никоим образом не изменилось ФСБ нынешний. Это практически тот же самый ЧК, тот же самый НКВД, тот же самый КГБ. По структуре, по характеру, по чрезвычайщине, по самой структуре образования, которая пронизывает все общество, и территориально, и по профессиональному признаку. То есть, на самом деле, все это романтизируется. Я еще раз напомню, Штирлиц, Щит и меч, вот все эти фильмы, они романтизируют эту преступную террористическую организацию. Так что, чему удивляться, что удивляться тому, что люди ностальгически воспринимают Советский Союз сталинского периода, и Сталина лично, хотя ничего не знают об этом, не жили в эти времена. И, так сказать, с трудом представляют себе это в совершенно искаженном свете. Игорь Александрович, в заключении, вот как раз хотел о том, о чем вы говорите, что приводят примеры этого золотого века, сталинский ампир, все так красиво, могущественно. А ведь, ну, ведь очевидно, что этот режим закончился крахом, крахом страны, страна распалась, и не так уж безболезненно, как пытаются об этом говорить. То есть, в чем смысл тогда пытаться превознести режим, реальность, которая, в конце концов, закончилась крахом и поражением в Холодной войне? А здесь надо иметь в виду, что мифология, которая в путинской России заменила идеологию, она дает объяснение всему этому. Значит, как объясняется распад Советского Союза? Как объясняется поражение вот этого вот советского проекта? Объясняется тем, что после Сталина, значит, была деградация. Объясняется тем, что вот, если бы Хрущев не, так сказать, начал разоблачение культа личности Сталина, если бы дальше не пошла вот это вот, так сказать, разложение партийной верхушки. Ну и, наконец, самым главным предателем, преступником в этой мифологии является Горбачев. Что на самом деле при Сталине-то все было хорошо, а потом вот последователи, они все провалили, все предали, все, так сказать, там продались и так далее. То есть, на самом деле, говорится о том, что вот Сталин – это хорошо, а вот Хрущев – это хуже, Брежнев тоже так себе. Ну, кстати, Брежнев воспринимается как вполне достойный человек. Огромное сожаление, что Андропов рано умер. Ну и, наконец, главный предатель, главный преступник – это Горбачев, то есть человек, который дал народам Советского Союза свободу фактически. Там особенно за нее мало кто боролся, тем не менее. Вот Горбачев воспринимается как главный предатель, главный виновник и так далее. Поэтому вот верните Сталина, верните Сталина, и все будет хорошо. Вот такой вот миф. То есть, то, о чем вы говорите, не является как раз фактором, отталкивающим от сталинизма, а является как раз фактором, который создает ореол Сталина, которого лишили наследия, предали, вот предатель, Горбачев и так далее. Ну, это классическая схема мифов, когда, значит, божество, которое предается негодными наследниками. Это классические мифы, возьмите древнегреческие мифы, египетские мифы, они все на этом основаны. Так что здесь вот эта мифология, она поставлена на поток, и российский телевизор ее постоянно воспроизводит. Предатель Горбачев, верните...